Привет, друзья, привет! С вами Радио Медиаметрикс и программа «Мимо нот» с Евгением Додолевым и Олегом Дружбинским. Добрый всем день! Будьте здоровы и счастливы! Евгений, добрый день! Добрый день, Андрей! Сегодня у нас, мы продолжаем разговор «Мимо нот», это как раз то самое место, куда попал сегодняшний наш гость. Я попал по теме. Да, ты попал по теме. По «Мимо нот» это моя любимая тема. У нас сегодня в гостях Андрей Григорев-Аполлонов, солист группы «Иванушки Интернешнл». Вообще культовый фигурный шоу-бизнес. Скажем так, Кур, зачем? «Иванушки Интернешнл», то, сё, перечисляет коллективы. Легенда! Да, я когда сегодня утром разговаривал с Володим Отецким, он говорит, кто у вас сегодня? Я говорю, рыжий. Вот просто говоришь рыжий, и не надо говорить, какой такой рыжий. Вот ты самый знаменитый рыжий в стране, а ведь не всегда так было. Был же у нас в своё время там, как Проханов говорил, рыжий мерзавец, там, про Чубайса. Он говорит, сейчас никого не осталось, ты единственный рыжий. Где все остальные рыжие? Кстати, да. Много было, я помню. Ну, глобально я рыжих терпеть не могу. Да ты что? Да, вообще как-то так. Знаешь, по-моему, рыжие друг друга недолюбили. Вот я сейчас имею в виду мужской пол друг друга. Не знаю, почему, вот какое-то такое у меня принадлежное впечатление. И, может быть, это как-то корениться там где-то в глубине, как тревную, что там цвет волос ярче, лучше, или всё, не знаю. Да, к рыжим девушкам, конечно же, как и вы, наверняка, я испытываю симпатии. И вот клёво, конечно, да, что рыжий сразу про меня почему-то думает. Да, ведь какой-то был клуб рыжих таких, вы же кучковались. Ну, да, Канон Дойл, Канон Дойл, Союз Рыжих. Я когда, когда я знакомлюсь с какой-то рыжей девушкой, с рыжим парнем, я могу там подмогнуть, подвергнуть и сказать там, Союз Рыжих и Медокера. Точно, точно, да. Ну, надо ещё знаки какие-то, наверное, там. Да, 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 пляшущие человечки, Мимонот. Да, отлично, отлично. Ну, что, мы будем вспоминать ту самую карьеру, которая была Мимонот. Сочи, там выступления, значит, пародирование какой-то девушки-дебилки и всё такое прочее. Вот как-то, я так понимаю, что, извиняюсь за сланг, всегда тащила на сцену, правильно же? Да, с детства, с примерового лагеря, по кличке была у меня заслуженный режиссёр. Опять же, Горослов, режиссёр там. А, режиссёр, да. Режиссёр, да. И, ну, как-то, да, вот мне вот непонятно, по каким причинам. Мне очень нравилось выступать, я не боялся сцены. И вот эти все конкурсы, инсценированные песни, которые вы наверняка тоже помните по первым лагерям, это я всё придумывал в своём лагере, потоке, отряде, режиссировал, сочинял. И как-то так вот повелось дальше. И когда встал вопрос о моём образовании, после средней школы, и отец сказал, сыночек, ну, я же там доктор, сестра, доктор, брат, доктор, все доктора, сыночек, может, медицинское? Я ему, кстати, благодарен до сих пор, потому что он не ударил кулаком по столу и не сказал, я сказал медицинское, да? Он сказал, ну, пап, я говорю, я что-то хочу творческое. А творческое вообще ничего не было в Сочи, вообще ничего, кроме музыкального училища. Но 7 лет фортепиано и лауреата конкурса Краснодарского края среди юных пианистов мне хватило. То есть я провёл время не на спортивной площадке, а вот реально за роялем всё своё детство. И я сказал, только не музыкальное, и тут в Сочи открывается педагогин. Педагогическое училище. И я сказал, я пойду туда. И это было так круто, ребята. Когда я приезжаю 1 сентября на линейку, сдал экзамены, поступил, как-то так, всё это суета. Приезжаю 1 сентября на линейку и захожу как-то из-за угла, вот на центральную площадь, перейду к педагогическому училищу. И тут у меня такое, знаете, некое состояние, ну, не шока, но обалдел. Стоит 2000 девушек, будущих учительниц. Вау! И ни одного парня. Поэтому я привык, да, потому что я уже репетировал в Сочи. И ни одного парня. В конечном итоге выяснилось, что всё-таки мальчики были. У нас на всё педагогическое училище училилось 9 пацанов, и там типа полторы или две тысячи девушек. То есть вы можете понять, что рыжий, стройный, там обаятельный. Красавца, я никогда не считал. Мама меня приучила. Она говорит, какой же страшненький. Ну, ладно. Да, но очень симпатичный. Это неправильно. Не, маму говорила, какой же ты страшненький, но очень симпатичный. Как-то так она шутила. И вот в педагогическом училище всё и началось как бы по второму витку. И разумеется, я был королём, разумеется, я не учил математику и геометрию. Мне это не надо было, за меня всё писали. Кому-то я помогал, наоборот, с гуманитарными науками. И, разумеется, первые влюблённости, романы, пятая, десятая. Опять же, там Театр МОД параллельно появился, сочинский. Да, и там манекенщикам, по-моему, удалось подрабатывать. Да, вот тоже открылась первая театральная труппа, по большому счёту, Театр МОД решили сделать в городе Сочи по западным образцам. А это перестройка, это 87-й год. И вот я прошёл какой-то там отбор и стал артистом-демонстратором. А когда ты последний раз был под свой альбоматор? Когда ты последний раз в этих стенах был? Ты когда-то в час в Сочи приезжаешь? Я люблю город Сочи. Сразу в ресторан и на пляже? Знаете, я, разумеется, летом был в своей музыкальной школе, где я прожил, можно сказать. Мастер-класс? Это Шмелёва, да? Да, имени Шмелёва, совершенно верно. Встретил директора школы. Тот же самый? Да, встретил своего педагога Наталью Владимировну. Это было крайне приятно. И я очень часто вижу с ребятами, артистами-демонстраторами, которые сейчас уже мамы, как кто-то уже дедушка, по-моему, когда приезжаю в Сочи, делаю сходняк с артистом в театр мод, и мы собираемся в большую компанию, и, соответственно, приятно проводим вечера. То есть, как-то я вот всё, мне очень приятно возвращаться в Сочи, не только потому, что это супергород, и сейчас столица номер один, спортивная и отдыхающая, не побоюсь этого слова, в мире. Кто будет спорить? Нет, это была самая грандиозная Олимпиада пока. Да, конечно, конечно. А что плохого? Вот ты как сочинец можешь сказать, вот все вот эти стройки говорят, что потерял свой какой-то облик. Нет, не потерял, просто заново построили Адлер, но сейчас, если нас из Адлера смотрят, извините, я никогда не считал Адлер городом, это не то, что посёлок, это район, это сочинский район, где-то ближе к аэропорту. Ну, что вот, давайте так вот, типа Домодедовская. Да. Домодедовская, ты часто ездишь в Домодедовскую? Нет, я вот, когда едешь в аэропорт. Я в Адлер часто езжу. Тогда в аэропорт ездишь, то же самое я. То есть, я, мимо Адлера, всю жизнь проезжал в аэропорт. И его заново сделали, разумеется, там, ну, как-то всё это немножечко ляповато, мне кажется. Ну, пляжи зато почище. Нет, это всё да, это всё да, канализацию отвели, но вы заметили, что каждый год сейчас пошли такие жёсткие наводнения в Сочи? Да, мы же читаем интернет, и я вижу, что люки положили от воды, и канализацию, собственно, под люком трубы забыли положить. А, то есть, это не природное явление? А почему природное? Тоже, там, как бы тормозили реку, как-то там что-то, то есть, кавказский заповедник слегка погубили. Ага, есть всё. Ну, конечно, экологи же там бастовали во время строительства. Я не знаю, как это всё в дальнейшем будет, но пока, вот видишь, каждый год заливают в Сочи. Адлер, а в Сочи сталинская архитектура осталась, сталинская канализация осталась, и там всё нормально, но лужица, а лужица, можно перепрыгнуть. Поэтому адлерцам не повезло, крупные, я боюсь, их будет часто заливать. Ой, для меня это неприятная новость, я люблю Адлер, потому что ехать не надо в Сочи. Ты прилетел, и через 5 минуты на пляже, да, в Рейссене. Мне очень, мне довольно-таки странный выбор для меня. Я понимаю. Потому что я центровой просто, а тебе достаточно... А скажи, кого-нибудь в Москву ты перетянул? Да, я перетянул двух моих близких друзей, и по учеников, один из них мой лучший ученик, Коля Затылкин, он работал у меня в Театре Мот, я же работал сначала манекенщиком, артистом, а потом меня пригласили уже быть художественным руководителем, режиссёром. Я целый год делал какое-то бродвейское шоу, поработав перед этим два года на Бродвее, в мюзикле «Метро» на 47-й и Бродвей, Минсков и это. В общем, круче, короче, круто я два года поработал, и потом приехал в Театр Мот и мне сказали, Андрей, будешь режиссёром? Я говорю, да. Я говорю, только я хочу сделать как на Бродвее. Сказал, я это и сделал. То есть, по космот я делал не день, не три, я по космот делал год. Год, но у меня манекенщики степ танцевали, артисты мужиков я отправил на акробатику, сальто крутили. То есть, у меня было прям вот шуба дуба. Ребята, я с Бродвея, и поэтому вперёд. То есть, я прям чётко, опоздание, наказание, то есть, я прям привёз американский стиль работы в сочинский Театр Мот. И получилось прикольное шоу. Отвечаю. Я вот насчёт сальто, мы когда встретились с тобой перед эфиром, я отметил, что после нашей предыдущей встречи на программе «Правда 24»… Что-то мы там с тобой договорили. Нет, нет, ты бы похудел здорово. Ну, когда я зашибанёт, не так ещё похудеешь. То есть, это к сальто не имеет отношения? Это к сальто не имеет отношения, это имеет отношение к пожизненным гастролям, к нервику, разумеется, к злоупотреблениям наверняка. Я не буду говорить, что мы здесь все трезвенники. И вот тут у меня памс, и ты знаешь, а я 5 лет, 10 лет, я до этого говорил, вот как бы в шутку, разумеется. Я говорил, когда мне уже шибанёт, чтобы я бросил выпивать. И тут у меня лёгкий щелчок такой, боженький, так, то есть, не ударило, ни оплеуха, ни кувалды. Так, пумс. Андрюшечка, слышишь, ты тормози. И я с таким удовольствием, я с таким удовольствием завязался с этой дурной и вредной привычкой, чтобы вот прям свечусь. Вот прям реально кайфую, мне очень от этого хорошо. Я надеюсь, что это будет продлиться состоянием у меня очень долго. Очень долго. Конечно, гастролы, гастроли, они, конечно, могут меня, знаешь, где-нибудь там банкетом, губернатор Андрей, там, да ты не можешь отказать. Вот это, знаете, бывает иногда срываешься. Но пока вот я рад, поэтому я похудел, потому что я ничего не жру, кашки и паровые котлеты. Андрей, такой вопрос тоже ретроспективный. Прошёл 21 год, как появилась группа «Иванушки интернет». 21, да. 21 год. Честно говоря, это дата или это срок. Вопрос, который, может быть, не все знают, я тоже, может быть, не знаю. Как началось формирование группы? Как вообще, с чего вот всё повелось? Кто был побудительным мотором и как вот это всё запустилось? Побудительным мотором, наверное, был всё-таки я. А, собственно, самим мотором или конструкцией, которая сейчас является группой «Иванушки интернешнл», это, конечно, композитор. Игорь Матвенко, с которым я познакомился в 88-м году в Сочи. Любе приехал снимать клип, а Любе тогда были номер один на российской эстраде, поп-сцену ещё рано говорить, да, эстраде, на российской эстраде. И вот они приехали в театр, и вот единственную труппу в Сочи театральную пригласили нас сняться в массовке. После съёма клипа ко мне подошёл волосатый дядя, спросил, поёте ли вы, нет. Я ему сказал, нет, зачем, я танцую и придумываю номера. Он говорит, давайте посмотрим, поедем, послушаем прослушивание, сделаем ваше. Мы поехали в гостиницу Ленинград тогда ещё, в гостиницу Ленинград. Я что-то спел ему, на что он мне сказал, ну, конечно, не Стинг, но и не Рома Жуков, но и не Рома Жуков. Потому что я же тоже с тобой ему дам. Это был аргумент. Да, не Стинг, но и Рома Жуков. Я говорю, ну, а теперь что, пойдём, может, уже кто-то сонём. И я отвёл Игоря в непроходимую гостиницу «Жемчужина» с Колли, Расторговым. Мы в один вечер подружились. За один вечер подружились, как получается, уже на 25 лет почти. И я ещё помню этот момент, когда мы в гостинице тусуемся, и мне Игорь говорит, Андрюш, там вот журналист мой знакомый подошёл, его не пускают на входе. Можешь помочь? Я говорю, конечно, нет. Я говорю, а как он выглядит? Он такой маленький армянчик. Я говорю, ну, хорошо, армянчиков здесь много, но как-то сориентируйся. И я, значит, пошёл к центральному входу, стоят все, там же КГБшники на входе стояли, охрана. Это было режимное здание «Жемчужина» гостиницы. Это сейчас, пожалуйста. И вообще-то я такой подхожу и смотрю, отличается один армянчик от других, ну, одет поярче. Я такой, он такой, я такой, швейцару так пропустить. Это был господин Гаспарян, Артур Гаспарян, начинающий журналист Артур Гаспарян. Да, это тоже 89-й, что ли, год. И вот так вот я, и всё, и пошла какая-то дружба. Я прилетал в Гитис, когда учился на сессию, созванил с Игорем. Он прилетал на гастроли в Любая Пятая, вот туда-сюда, туда-сюда. И когда была премьера моего уже спектакля в Сочинском театре МОД, в 94-м году приехал, я пригласил Матвея специально на премьеру. Он прилетел ко мне в Сочи после спектакля, триумф, аплодисментов, цветов. Он ко мне подошёл, сказал, ну, ты всё в Сочи сделал? Я говорю, кажется, всё уже, всё, что я мог, я сделал. Он говорит, собирай бонатки, поедь в Москву, но что для этого надо придумать? На следующий день мы встретились на пляже, валялись на солнышке, вбили пиво и думали, что бы нам сделать такого в Москве, чтобы все обалдели. И придумали квинтет. Три мальчика, две девочки. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Девочки в конечном итоге слились. Очень так, вот как надо. То есть, одну девочку я привёз из Сочи, в Москву на прослушивание нашёл. Вокал чистая Элла Феджеральд. Хулиганка со шрамом, дреды. По тем временам просто дико модная, танцует, такая вот африканочка-мулаточка. Реально-мулаточка? Да, такая вот татарско-мулаточка. Ну, прям вот, очень специфическая такая девочка. Соответственно, другая должна быть золушкой-блондинкой. А вот, привёз её, Матвей в восторге от её вокала. Всё, давай теперь ещё блондинку искать. Три дня мы ищем блондинку, через три дня мне звонит Соня, которую я привёз в Москву, которая первая в Москве. Говорит, Андрюш, я у вас не смогу в группе работать. Я, в смысле? Он говорит, я познакомилась с молодым человеком, мне подарил белый Мерседес, я выхожу за него в замыше и не буду с вами работать. Я сказал, какая прелесть, Сонечка! Поздравляю! И Матвей говорю, Игорь, всё, давай завязывайся с женщинами. Он говорит, вообще да. Деньги меняет, всё. Вот так раз. А что, кстати, судьба её какова? Судьба прекрасная. У неё дочка участвует, начиная от «Утренней звезды». И вот мама всё, с кем она хотела стать, она вот вложила в свою дочь, которая сейчас выступает, поёт. Я, к сожалению, сейчас не назову её фамилию, но она наверняка чего-то добивается в лице своей дочки. Вот это вот самая Соня. Дай бог здоровья. Потому что, если бы она осталась, если бы нашли блондинку, то всё, хана. Нас было бы пятеро, и непонятно, что бы было в дальнейшем. Непонятно, кстати, что было. Вообще. Никто не знает. Может быть, вырубанули бы. И первая наша песня была «Понимаешь, ты ушёл тогда» на зло, которое спели, потом «Фабрика с корнями» и так далее. То есть, это была наша заглавная песня, дуэт мальчиков и девочек. Но она не прокатила, потому что не было скидок. Тогда было бы группой «Вадушки» и «Алёдушки». Ты понимаешь, там был вариант, почему же, мы что же ориентировались, кто есть у нас на русской сцене? Тогда был дико моден дуэт «Туан Лимитед». Помнишь его конец 90-х? «Туан Лимитед». Ну, короче, модная группа, дуэт «Мальчик с девочкой». Мы сначала хотели так сделать, но Матвей сказал, это клёво, конечно, но с вокальчиком тебе всё-таки будет сложнее со своим вот так вот долбить. Вдруг Россию станет супер. Потом «С оф бейс», да, «Квартет двойнадая». Я говорю, а что повторяться двойнадая, ну зачем? Давайте, короче, вот этот весь день лежали на пляже, пили пиво и вот придумали. Тебя никогда не переманивали? Куда? Ну, не знаю, куда-нибудь, в какой-нибудь, ну не знаю, бойс-бенд или делать какую-то... Нет, вот точно не понимали, меня приглашали не один раз в какие-то спектакли принимать участие, антрепризы, сниматься в кино. Вот это достаточно было и продолжается часто. Физически невозможно. Я вот в одном моменте, о чём ты жалеешь? Я ни о чём не жалею, но чуть-чуть сожалею, когда мне позвонил Саша Стриженов и предложил мне сняться в кино от 180 и выше. Вот там, помните, играет у нас Тычкин и Ваня Ургант в главных ролях, комедия. На какой из этих ролей? На Ваню Ургант, он для меня писал практически этот сценарий. Я сказал, Саша, у меня вот в натуре вот этот там сентябрь, у нас будет битком, мы даже в Москве не были. Я говорю, весь приятель Ваня Ургант, может и он говорит, а кто это? Ну, говорю, сын Андрея Урганта. Да ладно, он тогда не был вообще. Нет, нет, да. И вот как-то я так раз и всё. А вот кто сделал карьеру Ивану Урганта, мы теперь. Вот открылись, вскрылись карты. Я не считаю, что карьера, потому что Дико Талатли, давайте скажем так, что в 97 году мы приезжали в клуб Планетарий, номер один клуб в Питере. Вот номер один клуб в Питере, вот как всячески у нас, я не знаю, там Сибири, да? Или Дюралбар, вот сравнение. И выступали там, и официантом у нас был Иван Ургант. Да ладно. Или бармена, он мне наливал бухнуть там что-то. Я столько узнал сегодня. Подработал, Ваня подрабатывал. Ваня подрабатывал. Я не знаю, кто сидит за ним. Я напомнил, я же не могу запомнить каждую официантку на каждой гастроли, понимаешь? Он говорит, напомнишь? Я такой, нет, конечно. Ты что, в натуре? Он говорит, ну да. Прикольно. Вот за этим столом, там где сидели, там работал официант, там Иван Ургант. Там табличка, наверное, такая сейчас. Это что? Вип-стол, наверное. А вот ты можешь сравнить, допустим, Мадвенко с какими-нибудь нашими действительно такими продюсерами, которые сразу, когда ты признаешь слово продюсер, там Барри Альбасов, Юрий Айзеншпиц. Я не знаю, кто кто. У меня Барри Альбасов совершенно с другим образом. Ну, он создатель бой с бэнда, на самом деле, конкурирующие силы. Да, у меня Барри Альбасов, вот сейчас, знаете, первая, что картинка у меня возникает, понимаете, это фестивальный служебный вход в Сочи, концертный зал. И я, десятилетний, стою со старшим братом около служебного входа и жду, когда выйдет Барри Альбасов, солист группы «Интеграл», чтобы взять у него автограф. Да ты что, то есть ты его помнил еще рокером? Я фанатом был шоу-группа «Инстаграм», шоу-группа «Интеграл», вот законченный фанатом. То есть у меня сейчас до старой моей квартирки в Сочи висят еще плакаты «Интеграла» с автографом Барика. Потом, когда я узнал, что он уже стал продюсером и сделал группу «На-на», я немножко, конечно, зачаровался в музыкальных вкусах и пристрастиях. Это говорит, насчет бейс-бенда, как он говорит? Нет, нет, давайте, давай, мы можем это обсудить. Да, 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 как раз вот абсолютно верно, вы правы. То есть «На-на» это абсолютная эстрада, абсолютная эстрада. А вы? Это европейская поп-музыка. Ух ты. Можно сказать попса, но я считаю, что «Иванушки» это вообще родоначальники в России поп-музыки. Мы начали совершенно другую музыку играть и показали россиянам, всем причем, благодаря нашим «Тучам» и первому альбому, что к чему и что надо слушать. Это я сейчас без... Я сейчас не говорю, как Джон Леннон, что там, да? Нет. Нет, я удивил. Кстати, интересный тезис. Как говорится, как пишут в Фейсбуке, пошел думать. Да, 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 да. Нет, на самом деле... Все сложно. На самом деле, вот действительно, мы, я так понимаю, что лет 20, как знаем, оба группы «Иванушки Интердешнл», и сейчас для себя дежитно открываем, что это не обычная поп-группа, да? Да, а это, в общем, европейская... А это, в общем, такая вот... Я в этом купил здесь европейская. Бойсбенд, который создан как альтернатива как раз проекту «Нана», то есть, когда вы появились... Мы не думали об этом, и Матвей точно тоже не думал. Просто мы хотели сделать нормальную, качественную европейскую поп-музыку. А с Джин Списом ты был знаком? Да, конечно. Конечно, да, и я Джин Списа, я помню, как меня он прям умолял пригласить незнакомого мальчика Диму Билана, там спеть бесплатно, несколько песенок где-нибудь там, на вечеринках еще. Все же начинались так, все начинали так. Мы полтора года по школам, вот ролик сейчас в Ютьюбе. Да, где ты в красном таком кафтане, да. Бесплатно, то есть, в Писе еще за Диму Билана деньги просил, а мы бесплатно пели. У нас первые полгода были концерты в Сохо, пилот, помнишь? Да, от Антона Табакова и Андрея Делоса. Да, Антон Табакова, Норчук и так далее, все поколения, все. У нас там гонорар был после концерта, типа, 400 долларов мы получали, да. Половину композитору и нам, по 70, понимаешь, и мы были счастливы, грубо говоря. Хотя на жизни не хватало, так как цены уже были все в порядке, адекватные. Пельмени в этом Сохо стоили 400 рублей, сволочи, я до сих пор помню. Я курс не помню по этому. Да, я помню. Ну, курс был как раз такой. Ну, я помню, что там... Пельмени типа 40 долларов или 50. Я помню, Сохо, где там половина сидит, совершенно явно бандитского вида зрителя. Да, да, да. И вы такие на сцене. И меня там еще, кстати, Листьев пригласил на кастинг. Даже не на кастинг, просто пригласил вести программу «Поле чудес». Да ладно. Да, еще до Ивановича. Это новость. Я с ним познакомился на Кенотавре. С Ладом, опять же, вот в 88-89, в 91-м Кенотавре. И у нас тоже были приятные, приятельские отношения. Он посмотрел, опять же, наше шоу, вот это «Театромод», пригласил меня. Это, я что-то опять уже не помню, то ли я не смог, то ли еще что-то. И в конечном итоге товарищ Якубович начал вести. А я был кандидатом. То есть, Ургант, Якубович, скольким людям в нашем шоу-бизнесе... А Митя Фомин, хай-фай. А что с ним? Хай-фай, все будет хорошо. Ну, тоже там что-то за автографом стоял в Новосибирске. Ну, а может быть, это жизнерадость, то есть, Андрея так помогает другим. Да нет, ты знаешь, на самом деле иногда пишут девчонки, инстаграм, девушки, что благодаря тебе я стала журналисткой, потому что очень хотела там интервью взять. Или ты говорил там, берегите свое здоровье, я вот врачом пошла, чтобы людям помогать. Ты знаешь, это, вот думаешь, зачем живешь? Вот для этого. Здорово. Ну, вообще, мне так это приятно. А вообще, хотелось ввести, я знаю, что там были какие-то программы 12 злобных зрителей на НТВ, да, приходилось ввести. Вообще, хотелось быть ведущим? Ну, вот 20 лет на сцене, все-таки вот поешь. По эту сторону баррикады, да? Да, вот с другой стороны хотелось быть. ТЭФИ, какой год, не помню. Так. Ну, грубо говоря, там 8 лет назад, ТЭФИ, программа «Полундра», и она выдвигается на номинацию на ТЭФИ в номинации «Лучшая викторина», то ли вот это, ну, как это назвать, «Лучшая телегра», «Лучшая телегра», «Лучшая телегра», «Лучшая телегра», «Номинанты», «КВН», «Что, где, когда» и программа «Полундра». Нормально? Здорово. Я говорю, вы что, прикалываетесь, а вариантов нет, номинанты, номинация. Выходит, кто-то открывает конверт, а, академики голосуют, это было как раз голосование в зале, одно из немногих голосования в зале, и объявляется, Николай Фоменко объявляет, он говорит, значит, 50% что КВН, 13% что, где, когда, и типа 37% программа «Полундра». «Полундра». Нормально? И выходит Масляков, а как раз 50-леткая военность полностью в этот год была, выходит Масляков за ТЭФИ, и говорит, ну, Рыжий, если бы ты мне еще эту статуэтку забрал со своей «Полундрой», я бы тебя в Сочи не пустили больше. Я говорю, вы меня, дядя Саша, не пустили бы в Сочи. Но прикольно то, что никогда разорвали в три раза детская программа «Полундрой», которая прям там утром, и я думал, что ее никто не смотрит, оказывается, да. Практически, я так и не понял, ты до кастинга-то так и не дошел, ты отказался сразу, да, с «Полем чудес». Да, потому что Матвей, потому что потом, когда был Соха, случайно встретились с Листьевым, а мы не виделись с ним пару-тройку лет, он меня видел с Матвенко, он говорит, что ты его все-таки нашел? Такой, я же его тоже хотел, взять себе, Матвей говорит, ну, типа, поздно, а я такой стою, 23-х лет, и такой, ну, ребята, ладно, чего. Торгуйте за меня. Да, 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 девочки, не ссорьтесь. А у самого, у тебя были когда-то продюсерские амбиции? То есть, ты хотел что-нибудь, кого-нибудь? Конечно, конечно, хотелось бы, ну, много, много, ну, там больше тысяч, наверное, может, еще больше приходило. Там аудио, видео, песенки, диски, передавали. Ты знаешь, так мало самородков, оказывается. Ну, у нас, давай последние, там, пять лет, десять, ну, пять лет. Какие, давай, да, вот скажи ты. Ну, вот я вот даже название не помню. Ну, вот из того, как вот самородки, вот этого Зимфира, да, ну, извините, уже сколько времени прошло, Рома Зверь тоже. Ну, к Зимфиру столько денег влит, надо сказать. Тем более, ну, все равно, все равно самородка. Она была алмазом, и алмазом ее огранили, она стала бриллиантом, да, так же, как и многих других. Ну, а вот сейчас, ну, как-то вот действительно, там вот Мерц, группа, вот, Беляев. Беляев, да. Да, вот тоже талантливый парень, и тоже он без помощи, Матвиенко, который сейчас, он, так я понимаю, сотрудничает в плане продюсирования. Ну, ему-то голос очень помогает. Голос, Город 312, тоже талантливая девчонка, но их так катастрофически мало, вот реально мало. Есть, конечно, еще там свои ниши, R&B, рэп русский, там тоже свои есть, лидеры и кумиры. Я вчера как раз ночью скачивал какие-то русские рэп-группы, которых я никогда названия не слышал, сейчас даже их не озвучу, но, послушая их, я прям обалдел, думаю, нифига себе, как читают-то на русском. Ты удивил меня, что ты, оказывается, был поклонником российского рока, вот этой истории. Конечно, круиз, 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 альфа, форум уже был ближе к попсе, но, тем не менее, тоже заводил. А сейчас вообще рок-музыку воспринимаешь? Ну, мне сейчас больше нравится, наверное, музыка типа Мьюз, такая, знаешь, Симфорок. О, Мьюз, мы здесь солидарны, мои любимцы, вообще, Мьюз, да, это такой драйв. Симфорок, переходящий, очень импонирует, очень импонирует. А вот такой вот, сейчас я, на садних родах появится радуга, для вас группа Рейнбол, то есть я не ностальгирую. У меня нет ностальгии, я не достаю пластинки своего детства или юности, как, знаешь, давай сейчас Pink Floyd послушаем, давай Let's Zeppelin сейчас отключу, вот, говорят мои старшие друзья. Я на них косо посмотрю, потому что, ну, ребята, ну, конечно, можно разочек, там, раз в полгода кайфануть, да, вспомнить свои 19. Ну, у меня вообще ностальгия к отсутствию чувства, как я, говорит, ты соскучился по мне? Я говорю, нет. Она говорит, как? Я говорю, у меня чувство скуки отсутствует, я вообще не скучаю ни по кому. Даже вот по детям не скучаю, потому что, знаешь, они дома, у них все хорошо, приеду домой, вижу, обниму. Вот это я не поверю, видя твой Фейсбук, где ты все время с сыновьями. Я их люблю, я за них отдам жизнь, я готов за них страдать, страдать физически, я буду за своих детей, если придется. Разумеется, но не скучаю ни по кому. И я думал, что я чуть шибанутый. И об этом я говорю своей бывшей гражданской жене, нынче она сейчас супруга Андрея Кириленко, президента Федерации баскетбола. Я говорю, Маня, что-то мы болтали, я говорю, Маня, что-то я вообще ни по кому не скучаю. Она говорит, блин, я тоже. Я говорю, ты тоже? Она говорит, вообще ни по кому. То есть, я говорю, я в обстановке, вот сейчас мне с вами хорошо, мне никуда не надо, почему я должен сейчас скучать о ком-то? И она говорит, я тоже, я говорю, я думал, я один шибанутый. И она говорит. Вот вы поэтому друг друга нашли редкие, кстати, качества, мне кажется. Да, кстати. Я вот скучаю и ностальгирую, и там, и, кстати, по временам, когда наш социальный рок был таким вообще явлением. А как вот ты относишься, допустим, как музыканты, как такая фигура шоу-бизнеса к тому раздору, который между нашими рокерами произошел в заполитике? Ты знаешь, коллективы пополам раскололись. Да, наверное. А если ты говоришь, что да, вот не очень, но все-таки надо работать, то ты тоже молодец, потому что ты ремесленник, ты работяга. И тебе пофиг революции и переворота. Ты делаешь свое дело. Я, понимаешь, я на стороне и тех, и тех. То есть, я не политическая проститутка. Просто я понимаю и тех ребят, и тех ребят. Я не участвую ни в какой политической жизни. Я не участвую в осаждениях. Я не веду телевизионные политические аналитические программы и не выступаю на них. Я просто понимаю всех людей, которые и за, и против. Ну, хорошо. А ты как вот соченицы. Понятное дело, что Сочи... Вот только Владимира Владимировича Путина я люблю только за то, Он сказал, можно абсолютно на него жить. Вот навесьте на него все ярлыки планеты. Вот, пожалуйста, навесьте. Он отремонтировал мой родной город. Вся тачка. Он сделал его столицей самой, как мы уже говорили. Вот только за это, я ему за это все прощаю. Вот просто, чтобы с этой темой уже, наверное, как мне кажется, можно закончить. Вот такой вопрос. Сочинцы всегда ревниво относились к Крыму. Поскольку Ялта и Сочи всегда были, ну, такими союзными здравницами, конкуренты. Как ты вообще к ситуации про Крым? Что ты думаешь? Крым наш? Да черт его знает. Ох ты, как он ушел, этот ответ. Ну, че, Крым не наш. Точка. Крым наш. Точка. Ну, понятно. Не понимаю. Я не понимаю. Мне кажется, это... Вот здесь вот действительно, здесь вот никто не решит. Вот при нашей жизни с Крымом никто не решит. Это решит... Путин решил. Путин решил, но... Может быть, изобретут какую-нибудь таблетку, что мы ее еще проживем лет 50, 70, 100. А, тогда и Путин тоже проживет вместе с нами. Слушайте, короче... А то и подольше. А то и подольше, да. Но фишка в том, что я не понимаю. Для меня, в мое детство, Артек, Крым, конечно, наш. А сейчас я понимаю, что аннексия... Ну, как-то, черт знает. Во мне сидят два меня. Слово аннексия неправильное слово. Неправильное, да? Мне кажется. Ну, и бокс. Ну, ладно, мы, наверное, проехали мы. Ну, что мы будем рыжем. Да, да. В любом случае, одно могу сказать. Никогда ревности Крыма у сочинцев не было. Вот я человек всю жизнь про Сочин. Надуманное, да. Вообще фиолетово. Вот вообще. Круче. У Сочи круче. Значит, говорили так, единственное. Привет, у нас вода теплее. Это, кстати, правда. В Сочи всегда теплее вода, а это самое главное для лета. Да, слушай, ну, просто вот так вот смотришь. Кстати, по поводу Сочи. Ведь там сочинцы были какое-то время недовольны, что там все роют перед Олимпиадой. Да проклинали вообще. Ну, конечно, пальмы впылить, дым столбом, пробки по пять часов, бетономешалки по всему городу, крыши всем красить в красный цвет. Проклинали. Проклинали. И семь лет было ада. И я старался как можно меньше летать в Сочи практически. Если у нас концерт, концерт полетел, улетел. Или там мама приболела, прилетел, улетел. А сейчас только выходной, только смотрю, у меня три дня. Вот чем хорош в Сочи? Можно свалить на два дня. Ну, да, там два часа лета. Если месяцем, два-три дня, все, я сразу в Сочи. Никуда. Я перестал ездить за границу, отдыхать там. Ну, ничего мне не надо. В Сочи. Да? Да, тем более, а теперь еще зимой и летом, одним цветом. Отлично. А вот там теннис остался еще в жизни, я хочу спросить. Большим и не занимался, настольный остался, иногда играю. А также нарды, бильярд, очень уважаю, ценю этот вид спорта, неторопливый. А сыновья хоккеисты. Ну, и сыновья хоккеисты, но это заслуга, скорее всего, их мамы, мои жёнышки. И, конечно, я же сочинский. Вот в сентябре, бархатный сезон, со всей страны, в 70-х, 80-х годах съезжались каталы. Каталы, и вот там 2000 человек, у каждого свой лежак с картами, сходники, и все играли в игру под названием Де Берц. Де Берц, да. Де Берц, да. И вот у меня в 13 лет, как научили в Де Берц играть какой-то профессиональный, харьковский авантюрист катала. А там же ужас, там реально, там же и жен продавали, и сбуны прыгали, там топились. То есть там состояние, там был прям советский, вот самый вот финал советской эпохи, как раз вот начало 80-х. И вот мне научили играть Де Берц, и с удовольствием провожу в днем время, играя мой любимый партнер, Александр Олейников. Мы с ним играем чуть ли не через день. Кстати, тоже рыжий. Рыжеватый, я бы сказал бы. Ну, как-то мы так вот, поэтому... Просто вот речь про Сочи, это был некий такой призыв отдыхать до отдыха. Да нет, да нет, вот серьезно говорю, то есть вот даже чиновникам, наверное, повезло, и всем, кто работает в государстве на государство, что отдыхать надо на родине. Все. Понятно, да. Если ты там из Перми или из Пенз, езжай на родину и отдыхай там себе. Или в Сочи. Или в Сочи, да. Вот кому где повезло родиться, тот на пускай едет отдыхать. Ну, я бы теперь в Турции 4 миллиона человек ездил, и в Сочи не по всех тех, кто... Я, кстати, думаю, что это следующий год, ну, следующий сезон теплый. Я думаю, что действительно не поместится. Валентности не хватит ни Крыма, ни Сочи, мне кажется. Да, ребята, проблемки, будем строить гостиницы, а кемпинги. Хотел давно еще об одном спросить. А были мысли заниматься бизнесом, вот каким-то своим делом? Я не умею, я вот недавно там, опять же, как бы, как бы, открыл концертное агентство Аполлонов.ком. Разумеется, я могу пригласить кого угодно на любое мероприятие. И, разумеется, у меня самые оптимальные, грамотные цены, потому что, когда я начинаю торговаться с директором, я кладу трубку и звоню просто артисту. Я говорю, Дим, или там, Серег, ну, что за дела? Ну, ладно, хорошо, я скажу, Андрюха, базара нет. Буду должен, да, договорились. Вот, поэтому, да, вот концертное агентство, это не так просто. Я делал в этом году День города Калининграда, извините меня, Александр Машер, Лифлекс, ведущий, Иванушки. То есть, это все, как бы, большие мероприятия, а также частный день рождения сделать. Тоже непросто. Режиссура осталась, правильно? Да, конечно, конечно. Факультет эстрады, если не ошибаюсь. Да, эстрада, Андрей Николаев, клоун Андрюшев в нашем детстве на пимпочке от беретки крутил. Она его как раз с Пугачёвой закончила, у него курсы, и он в следующем курсе взял меня, мою группу. И вот пять лет, сколько я учился, он рассказывал, как Алла Борисовна молодец, как она не пропускала экзамены, как она летела с гастроли специально. В общем, короче, грузил пять лет на с Аллой Борисовной Пугачёвой. Я закончил ГИТИС, через три года встречаю его. Я говорю, ну что, грузись теперь про меня? Он говорит, да, теперь про тебя, хорошо. А преподавать, например, было желание? Да, желание есть. Желание есть. У меня отличный курс, как стать суперзвездой? По-моему, никто не готов вести такой курс и вряд ли подсядет. А я могу. Да, меня в НИМО приглашали читать какие-то лекции. Я думаю, что это рано или поздно произойдет. Мне есть о чем рассказать, есть чему научить. Ну почему, вот, например, эстрада в ГИТИСе, это же такая... Конечно, да, и режиссура эстрады. Прямая профессия. Да, абсолютно верно. То есть работаем по специальности. Как я говорю, я работаю. Как что закончил, там и работаю. Да, да, отлично. Вот концертный агент, что ты говоришь, я ведь правильно понимаю, что сейчас ситуация с корпоративами, она безрадостная, что расценки очень сильно просили. У вас на студии потрясающе. Безрадостная, да, но... Ну что? Но шансы есть. Не, ну реально, правда говоря, что расценки упали в 23 раза. Грубо говоря, 10 лет назад, 2005 год, у Иванушек в декабре 66 концертов. 66 за декабрь, за 31 день. Офигеть. Ну в этом году там 12. Ну вот считайте, думайте. Ну и при этом еще и меньше за каждый концерт вы получаете, наверное. Ну типа того, да. Если мы говорим про расценки так называемых «хуе», если кто-то помнит. Да, да, да. Но тем не менее жизнь продолжается, жалуются те, кто не востребован, чьи песни забыли или просто имя забыли. Те жалуются или там сидят на попе ровно. Так как Иванушка все-таки на слуху, тем более сейчас у нас еще юбилей прошел, грандиозный праздник 20-летия, мы отмечали это все, как-то вот все было. И афиши, и интернет, и радио, и премьеры, и новый клип, новая песня. И вот люди... Яковлев не позвали вы. Яковлев пел с нами, ты что? Пел. Помнишь, когда обсуждали? Да. Я помню, он тебе денег был должен. Отдал деньги. И спел. Обещал в эфире отдать деньги Андрею. Сдержал. И спел с нами и Снегирей, и Тополина Пух. То есть, все было очень уютно, по-домашнему. И как-то так. А бизнесом я заниматься не умею, честно говоря. Мои друзья говорят, Андрюха, ты и бизнес понятия несовместимы. Поэтому я вот все, что с шоу связано, связано со сценой, вот это я пожелался. Но это всегда отличался вот на вкус, в смысле, ну хотя бы там, я даже не про музыкальный вкус говорю, а в смысле там одежды и прочее, вот линию одежды. Там нет? Было. Да и доставка на дом с уши была. Все это было. С уши, это уже понятно, что притянуто за уши. За уши, да. Была линия одежды, даже показ был. Так, и чем это закончилось? А закончилось тем, что что-то то ли мою, мы не захотели брать мое название марки одежды, то ли художница сказала, что свою. Ну что-то какая-то мелочь сказала. Говорю, ну зачем мне вот сейчас быть лицом, когда вот этикетка без Аполлоново. Ну нафиг мне это надо. Сказал, а я развернуться ушел. Коллекцию благополучно, которую сделали, которая была презентация и показ, ее благополучно продали, носим и закончили. А то есть такой строптивый скандалист. Да и скандалист, я очень мягко и разворачиваю. То есть мягко и разворачиваю, я ухожу, мягко и разворачиваю. Я вообще, я даже не помню, вот скандал с кем-то. Ну Юрий Антонов не читается. А что с Юрием Антоновым? А мы как-то с ним на гастролях зацепились. Так, так, так. Ну прям газеты писали. Мы же газеты не читаем с Олегом. Большой маршрут, 12 городов, 12 дней или 15, и автобус подбирает меня на проспекте Ленинском по дороге в аэропорт. Я захожу, и сидят банда там, я не знаю, блестящие. В общем, полный самолет звезд и друзей, молодежи. И на первом кресле с боку от водителя сидит Юрий Михайлович Антонов, который я первый раз в жизни вижу в глаза вот так вот метр на метр концерты ежегодно в Сочи. Юрий Антонов, кумир детства, посещал систематически в Сочи. Сидит Юрий Михайлович Антонов, я его вижу терять до речи, потому что как раз мы только начали, мы только вот стали там звездочками. Я теряю до речи, говорю, Юрий Михайлович, Юрий Михайлович, здравствуйте, я, я ваш кумир. Потом такой, потом раз, ты говоришь, ой, 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 простите, ради бога, вы мой фанат. Это хорошо. Да, это было, это было, и вот тут Юрий Михайлович переклинило, и все. Ну, Юрий Михайлович, он не оценил? Ну, он не оценил, да. Да, он такой, да. Да, он, да, такой, и вот тут его переклинило, и потом организаторы делали все, чтобы в ближайшие 15 дней гастроли мы с ним не пересекались, да, то есть разные автобусы, разные входы там на стадион и так далее. Слушай, ты блестящих упомянул, по-моему, чуть ли не вчера. Полгода. Или позавчера я видел фотографию в Фейсбуке, где ты с Жанной Фриске. Да, вчера было полгода, как-то нет с нами Жанки. Да. Жанночки наши, да, вот, это да, это какое-то там начало 2000-х годов, Тель-Авив были, как дни России, что ли, в Израиле, и выступали блестящие, Иванушки, еще кто-то не помнит, и как-то так, и пошли на пляж поплавали. Мы очень дружили, мы были, мы прям вот дружили дружили, с Жанной, с Орловой, с первым составом совсем. Полина Йодис, которая первая блондиночка, четвертая девочка, которая... Она самая первая ушла. Она самая первая ушла, и прекрасное чувствует, школа серфа на Бали, замечательные дети. То есть она из шоу-бизнеса, в принципе, ушла. Она из шоу-бизнеса встала на доску и живет в море. Как тебе вообще все эти скандалы с близкими Жанной, которые... Я даже не понимаю, о чем речь сейчас. Я перелистываю информацию, я перелистываю, я не хочу узнать, потому что это мне... Ну, так вот, по большому счету, нафиг мне это не интересно. Ну, вот, ну, вот, ну, и там ребенок вырастет, да там вырастет нормально. Ну, господи. Я так понял, что Андрей не очень любит негативную информацию. Я вообще не люблю. Он позитив, ну как, он король позитива. Я ваш кумир, а вы мой фанат. Да, все. Хорошее название для заголовок, для всего. Такой заголовок и будет. Я ваш кумир, а вы мой фанат. Это было прекрасно. То есть никакой негатив, он как бы, в общем, не воспринимается. Ну, как-то стараюсь, да. Стараюсь, потому что, ну, ну, как не воспринимается. Ну, конечно, какие-то трагедии глобальные, разумеется. Это все мы переживаем, и все страной, и лично. А вот так вот нет. Ну, человек, который целый, как говорит, про язву, про свою клевую язву, потому что где-то можно похудеть, наконец-то. Ну, в общем-то, типа того, да. Что поперло. Поперло, наконец-то поперло. Да, так и есть. Душа богу сделала. Ну, давай. Тем не менее, вот, если будет назвать какой-то один эпизод, один год или одно событие. В твоей биографии или карьере самое безрадостное? Какое это будет? Для того, чтобы мы немножечко так вот… Ну, давайте Сорина вспомним вот это вот безрадостное событие. Да. Для вообще, для всех. Как вообще мы это все пережили, непонятно, потому что это прям потеря. И как нам вообще с Яковлевым повезло, с Олежкой, что он так… Вписался. Вписался. Вписался и прям выручил коллектив, потому что могли постаться просто, просто могли бы закончиться Иванушки, если бы мы не нашли вот Олега. Потому что ты не представляешь, сколько была прослушана кассета, сколько было конкурсов в каждом городе, куда мы приезжали ежедневно с гастролями, мы устраивали кастинг на Иванушке. Да, персонажи же такие приходили, чтобы лежали под столами от смеха там угорали. И прям круто повезло. Поэтому вот это вот, конечно, вот это событие для меня, да. Во-первых, все юбилейные концерты для меня очень гиперважнейшие события вот каждые пять лет. Потому что это, я считаю, такой отчет перед публикой и перед поклонниками, что мы сделали за пять лет. И во-вторых, вот эта вся вот машинерия, под названием режиссура, с какой песни начинать, с какой заканчивать, кто где танцует, что кто делает, это все на мне, разумеется, с режиссером приглашенным, с Настенькой, который нам выручает уже второй год. Но тем не менее, вот это у меня, это вот такой вот режиссерский проект грандиозный, который нужно воплотить на сцену. И для меня это всегда волнительно, всегда это вот несколько месяцев нервяков. У меня вот, кстати, язва у меня на нервной почве за три дня до юбилейного концерта и шибанула. Потому что действительно так непросто. Пусть это будет последний год. Да, пусть это будет последняя проблема. А пресса, а пресса мне интервью берет, значит, которое я не давал. Значит, все, панкреатит, которого у меня... У нас, мы вышли прямо, поэтому у нас все по-честному. Да, у нас все по-честному. Да, да. Друзья, наша передача подходит к концу. Программа «Мимо нот» с Евгением Дудалевым и Олегом Дружбинским. В гостях у нас сегодня был Андрей Григорьев-Аполлонов. Но мы еще здесь. Да, мы еще здесь. Как минимум нашей музыкой. Мы же еще послушаем. Да, да. У нас сейчас как раз пойдут песни группы «Иванушки интернешнл». Хотел разбавить группу «Руки вверх», но не дали. Не дали. Спасибо за то, что вы были с нами. Андрей, спасибо, что пришли. Спасибо. Всего всем доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Все первое. Субтитры подогнал «Симон»!